Василий Магисик на службе Отечества. Служить Отечеству. Что это значит, как ему можно служить? Наверное, каждый подросток в своей жизни хоть раз об этом задумался. Нам кажется, служить — это значит любить и дорожить Родиной, ценить её природу, богатство, людей, её свободу. Служить — это значит забыть о себе, о своих желаниях, о своих потребностях, превозмочь боль и страх, а думать прежде всего об Отечестве, его выгодах, пользе для народа. По нашему мнению, именно так сужил Отечество герой Великой Отечественной войны лётчик Алексей Петрович Морисев. Этот человек поразил нас силой характера, великим желанием побороть свои слабости, встать во что бы то ни стало на ноги и продолжить сужить Отечеством. Силу боли и стремления к жизни героя сумели победить в начале смерти, а потом и инвалидность. Но подвиг Морисева — это не только победа над своими слабостями, это пример для многих людей, старших жертвами трагических обстоятельств, не только в военное, но и в мирное время. Он напоминает, чего может добиться тот, кто не утратил силы бороться. Нам кажется, что жизнь Алексея Морисева — яркий пример того, как надо служить Отечеству. Не ради собственной славы, а ради жизни на земле. Ради свободы своей Родины, ради поднятия духа молодого поколения, вдохновения на подвиги для победы над врагами. Мы узнали, что стать человеком Алексей Морисев мечтал еще с детства, но из-за здоровья у него это не удавалось. Мало кто верил, что он станет летчиком, но он добивался этой цели и все-таки добился. В августе 1941 года Алексей Морисев направился на фронт. До злосчастного падения на его счету уже числить 4 сбитых самолетов врага. И вот 4 апреля 1942 года в ходе воздушной битвы в районе Старой Руссы был подвиг истребителя Морисева. А сам он получил ранение. Летчик вынужден был совершить посадку в лесу, на территории вражеского тыла. Было холодно, зима, он ранен в ноги. В 18 суток Алексей Морисев отчаянно сражался со смертью, пробираясь к линии фронта. Когда побили раненые, а затем обмороженные ноги, он продолжал двигаться ползком, питаясь корой, ягодами и шишками. Его живого не... Его... Едва живого его обнаружили в лесу. В лесу двое мальчиков из деревни. Жители деревни укрыли летчика у себя и попытались выходить. Однако последнее ранение и обморожение ног были слишком тяжелые. Морисеву требовалась операция. Раненого летчика все же удалось переправить в Москву, в военный госпиталь. Все, что происходит далее, и есть нечто иное, как один долгий непрекращающий подвиг Морисева. Победа над собой, борьба с отчаянием, слабостью. Госпитализированный с гангреной и заражением крови летчику, медики чудом спасли жизнь. Однако им пришлось ампутировать его голенем обеих ног. Еще находясь на больничной койке, Алексей начинает изнурительные тренировки. Он готовится не просто к тому, чтобы встать на протезы и научиться ходить. В его планах владеть ими настолько совершенно, чтобы иметь возможность вернуться на фронт. И он добивается своего. Наскручивая целеустремленность, опять помогли Морисеву добиться цели. В июле 1943 года, после того, как Морисев поднялся в воздух на протезах, до окончания войны им было сбито еще семь самолетов. В скором времени салва про подвиг Морисева разнеслась по всему фронту. Жизнь Морисева стала примером беззаветной преданности Родине. Служение Отечеству для молодежи стало примером беззаветной преданности Родине. Служение Отечеству для молодежи того времени. Многие молодые люди, узнав о его подвиге, о победе над собой, о нечеловеческих усилиях воли, стали на защиту нашего Отечества. Пример силы духа Морисева вдохновил многих на подвиги. Каждый думал, если он смог встать на протезы и взлететь в небо, то и я смогу. Его подвиг вдохновил Бориса Полевого на создание повести о настоящем человеке. А по повести стянет художественный фильм. Получается, наш герой продолжает спустя годы после смерти служить Отечеству, так как подвиг его жив. Молодежь, узнавая о Садейном, продолжает удивляться силе духа Морисева. Его жизнь пример для многих людей. И неважно, военный человек ты или гражданин, в каждой жизни есть место подвига. А служить Отечеству Морисев продолжает так, как память о нем жива. В память об Алексею Морисеве его сила, воли, жизнелюбие и мужество навеки останутся в людских сердцах. Служа примером для воспитания последующих поколений. Примером этого может служить Беллина, сочиненная учеником 10-го класса нашей школы Заикиным Данилом. А послушайте-ка, люди добрые, люди добрые, да приветливые. Сталину, да не про старое, а про недавно бывалое. Настали-то времена тяжелые, тяжелые, небывалые. Тучи черные закрыли солнце ясное. Задмили кресты с варсикой все прекрасное. И летали самолеты поганые, да бомбили нашу землю русскую. Отдался Бог Кражеский, землю добрую, да богатую. И поднялся народ на священный бой. Бой священный, смертельный и праведный. Отставалась и земля огромная. Земля огромная, родная, великая. И на эту войну стала Лешенька, сын Петров по фамилии Моресев. Стал защищать он землю русскую, от врагов защищать, от поругания. И в июле 41-го был направлен он на фронт западный. Там стояла сила несметная, фашистская сила, нечистая. И сражался в бою, и боролся он. Ни физиум, ни силушки, ни здоровьица. Так сражался Лешу смело, храбро бился до года последнего. Где подбили его стрелы вражеские, стрелы коварные, страшные, меткие. И упал богатырь в землю русскую, в снежную. В землю снежную, весною холодную. Долго, долго он полз с моим родным, родным товарищем, однополчаном. В 18 дней наша Лешенька не сдавался, не стонал, крепился, Все держался, полз, не теряя дух, не теряя дух, побеждает страх. Все он вынес, терпел, не сдался. Он добрался к родимной сторонушке. Там нашли его колхознички, отогрели, отпадили девятушки. Но какая беда приключилась! Страшное горе обрушилось, отмороженные ножники резвые. Не смог он вступать на землю русскую. Не мучился Лешенька, приключился, но буйного головушку свою не повесил. Стал он сильнее прежнего, сильный, смелый, настойчивый. Как задумал он, что против врага пойти, вопреки тому, что без ножника остался. Стал он пробовать на бортезу встать, встать, идти, шагать до последнего. И встал богатырь, и шагал богатырь, и летал в закон по поднивесью. И стрелял богатырь, и бомбил богатырь врага лютого, жестокого, беспощадного. И восстала тут силушка великая, силушка великого народа закаленного. И погнали врага лютого, жестокого, прочь со одной земли, до Берлина аж. Там взрывали победу на славу, на славу великому народу. А Лешу и Кудрюзиеву Богу славили. Славили их пояс, низко кланялись. Спасибо за внимание.